виталий приветствую тебя торговая сессия вторника снова обсуждаем рынке ключевые фундаментальные события и подсказываем всем нашим подписчикам тем кто следит за нашим контентом что можно использовать сегодня прям здесь и сейчас плане рынка конечно же в прошлый раз мы с тобой обсуждали перспективы доллара определили однозначно тенденцию ослабления из-за того фона который сложился но прошлой неделе это симпозиум джексон холли но все прекрасно знаем особенно те кто интересовался вообще этой темой что там сказал паул как это повлияло на вероятность изменений ключевой процентной ставки индекс доллара практически дотянул до уровня 100 пунктов сейчас торгуются выше и ну я со своей стороны да мы сейчас перейдем демонстрации экрана я буду среднедолгосрочно обозначать потенциал для еще больше на снижение хотя с другой стороны понимаю что мы так сильно просили за последние дни что легко может произойти коррекция коррекционный откат там даже на несколько процентов особенно когда вот на рынке нету дополнительных новостных драйвов прежде чем перейти к анализу позволь себе снова спросить у тебя ты ну просто как думаешь сможем ли мы в рамках этой недели учитывая что будет еще несколько отчетов в вп в четверг и в пятницу индекс расходов на личное потребление как бы предпочитить индикатор дофид резерва оценки ситуации с инфляцией как ты думаешь на вот этом фундаменте смогут ли продавцы решиться на тестирование сотки вот с круглого уровня либо уже будем ждать но он фармы через неделю и там уже думать как этот отчет повлияет на возможность снижения ставки масштабы снижения ставки до конца в год так просто витали в двух словах с позиции фундамента и так всех приветствую ну такой вопрос достаточно не то что сложный маловероятной формате может быть все что угодно да то есть я к примеру вот мы с тобой прогнозировали на сто мы там сто и четыре сделали это практически считаю сотка да сделано да то есть сказать что он не должен там прям ровно добить но еще возможно добьет сегодня завтра но средний срок как и я в принципе говорил я жду там 95 плюс плюс минус да то есть там 96 97 возможно возможно 95 и ниже и так далее евро там 115 118 вопрос как ты сказал в коррекциях она возможно это в любой момент может начаться вот когда она будет ее можно скажем подождать можно ее торговать но очень аккуратно потому что против тренда и потом после завершения коррекции снова скажем работать на укрепление евро там других инструментов ну и плюс если кто-то там раньше покупал обязательно стопы нужно подтягивать поближе поближе потому что скажем любой момент начнется коррекция и так далее поэтому так сложно это сказать когда будет сотка слушай я полностью присоединяюсь к твоим словам контроля риск-менеджмента трейлинг стопы это вообще азы трейдинга их нужно выучить если у кого-то есть фундаментальный пробел с этим вообще или такой системный пробел нужно его друзья закрывать потому что мы подсказываем вам именно то что может произойти с рынком с учетом нашего видения но это непрописная истина никто на самом деле до конца не может знать что на рынках произойдет но скажем если так отойти я думаю что мы можем сегодня завтра сотку пощупать вот как бы в таком формате и вот если сейчас есть минимальные такие уровни отката к примеру вчерашний минимум по евро или максимум вчерашний локальные по индексу доллара вот если мы их удержим то дальше мы идем сотку тестировать если там плюс минус если нет то возможно будет ломаться этот тренд на какую-то коррекцию как ты отметил так ну что давай тогда посмотрим непосредственно на график что у нас интересного секундочку так скажешь тогда пошла демонстрация индекс доллара 100.74 ну действительно если посмотреть на минимальный уровень который был зафиксирован буквально в конце прошлой недели это 100.41 и да это можно сказать что уже практическое выполнение тех целей которые мы обозначили потому что индекс доллара в принципе не самый влачинный инструмент он свалился на несколько процентов буквально защитные дни и все это было следствием того что рынок поверил в то что американский регулятор снизит процентную ставку потому что об этом сказал джерон пау на симпозиуме джексон холли он признал что прогресс уже достаточно ослабление инфляции то что вероятность рост инфляции крайне низкая проблем на рынке труда растут и фрс решила что нужно лечить эту проблему смягчая монетарную политику снижая ключевую процентную ставку если вопрос который остается открытым я на своих брифингах тоже об этом говорю на сколько снизит на 25 либо на 50 байс на пунктов но пока что да на 25 вероятность но у нас будет еще до заседания федеризерва нонфармы следующей неделе если мы там увидим такую же катастрофическую картину как прошлое месяце то соответственно рынок начнет быстро перестраивать свои ожидания и может даже допустить возможность снижения ставки и на 50 байс на пункт ты кстати назвал отметку 95 точно такого же целевого уровня придерживаются сити и bank of america я за их прогнозами слежу и они эти цели ставили еще месяца мне кажется 2-3 назад как раз только лишь на ожиданиях того что фрс начнет смещать экономическую политику поэтому я в целом как уже отметил тоже присоединяюсь к рекомендации того что может быть для тех кто упустил прав около возможностей не торговал индексом доллара за последние дни а сейчас нужно что сделать нужно добиться дождаться эффекта при котором а ситуация с долларом больше прояснится и в данном случае касательно американской валюты лучше бы сделать ставку на коррекционный откат ну например в район 101 может быть 101 50 ну около того ну по графику это более-менее красиво будет и оттуда решать соответственно для долгосрочной картины может быть ну кому не важно ожидаться коррекционного отката можно действовать в принципе по тренду который продолжает развиваться и ждать уже закрепление этого инструмента ниже 100 пунктов и потенциально кстати рядом с теми значениями которые ты отметил от себя еще добавлю что будет несколько релизов в рамках этой недели в ввп в четверг и данные по индексу расходов на личное потребление в пятницу вот эти отчеты можем дождаться думаю что они станут дополнительными триггерами для развития нисходящей динамики но евро понятно что коррелирует с индексом доллара на сто процентов текущей котировки 1 1167 я тоже допускаю то что мы долгосрочным будем уже привыкать знаешь к диапазону 1 12 1 15 и соответственно рост главного валютного риска к текущему рубежу он абсолютно тоже фундаментально обоснован из-за идеи ослабления американского доллара я продолжаю делать ставку на развитие бычьей динамики по всем рискам инструментом на мой взгляд это прям такие несгибаемые тренды сейчас которые очевидны для того чтобы их использовать активно и пробовать на этом заработать кстати по яйцб если будет возможность прокомментирую италий тоже очень интересная точка точка зрения снизит ли как снизить ставку в сентябре потому что сейчас еще нет консенсуса на рынке кто-то говорит что да кто-то нет но моя точка зрения что в рамках оставшейся части этого года и цб максимум пойдет на одно снижение ставки как это сделает и банк англии потому что есть определенные предпосылки для сохранения повышенных инфляционных рисков вот в этом плане эти регионы очень сильно отличаются от того что происходит в сша где прям сплошной даун тренд по инфляции и дополнительные компоненты которые подтверждают что этот дисциплина тренд может сохраниться так и пару слов буквально про золото которое вчера кстати снова предпринимала попытку обновить исторические максимумы но пока не хватило покупателям силенок возможно вот мы прям сегодня с азиатской сессии видим как интерес к золоту снова начинает нарастать уже к терапии 2515 я почему-то уверен то что из-за доллара из-за трежерис из-за вновь обострившегося геополитического фона если делать отсылку на ближний восток ливан израиль вроде бы как на прошлой неделе так было много оснований говорить о достижении мирного соглашения каких-то конструктивных продвижения в этом вопросе чтобы были найдены признаки достигнуты условия для деэскалации но вот опять в эти выходные картина радикальным образом изменилась и мы снова говорим о неспокойном ближнем востоке это тоже фактор поддержки для золота который может быть уже сейчас оказывает или является достаточным триггером для роста всего рынка драгоценных металлов так вот виталий на этих трех инструментах я остановлюсь по сути у нас доллар как локомотив того что происходит на рынке евро главный валютный риск здесь перспектива роста как уже было отмечено и по золоту я если смотреть на цели думаю что две пятьсот пятьдесят две шестьсот мы можем увидеть в рамках вот этого цикла роста слово тебе но по поводу я спрашивал я с тобой согласен потому что инфляция вот когда она на позапрошлой неделе там было она чуть выросла да у нее было было рост в еврозоне поэтому они будут аккуратно я думаю это это будет и в сша да то есть там инфляция не так будет все просто с падением где-то она потом будет подрастать много денег напечатали так по рынку коротко про всем инструментом быстро пройдемся индекс доллара я сказал вот у нас локальный уровень сопротивления это вчерашний максимум локальный сто один восемь ниже него можно пробовать шортить кто ранее не шортил кто упустил вот этот тренд потому что есть скажем особая каста которые покупала индекс доллар последние там два месяца и упорота так скажем его покупать не знаю по каким причинам и так далее там комментариях пишут все время лонг индекса доллара дальше евро доллар то же самое пока мы выше вчерашнего минимума то есть у нас получается 1150 условно я за лонг на обновление вот этих максимум возможно там один двенадцать пятьдесят один тринадцать аналогичный индекс доллара возможно сотку мы сделаем если мы вот это все ломаем здесь возможно какой-то уже начинает пилиться боковик и и дальше будем уже по факту смотреть дальше по другим инструментом фунт аналогично ну просто красавчик фунт показал очень мощный рост за последнее время по другим инструментом картинка аналогичная доллар иена кстати вот прошлый раз я комментировал говорил что шорт по доллар иене ниже условно 148 принципе мы тоже неплохо отпадали локально прям не сам супер обвал но на этом можно было заработать дальше коротко по нефти нефть я еще прошлый раз говорил я не торгую в принципе возможно что-то такое рисуется на покупке но честно не трогаю вот в чем я прошлый раз давал рекомендации на покупку по газу по натуральному но я потом на через день перевернулся с ребятами в закрытом канале шартили потому что здесь скажем поменял свое мнение и на текущий момент шартов мы по выходили и нужно нужно потихоньку думать нас прошла экспирация возможно здесь и и будут ланги рисоваться пока тоже не трогаю товар на сырьевой рынок так себе для меня по металлам принципе с тобой согласен я думаю что мы здесь что-то под накапливаем и на этой неделе будем штурмовать там две пятьсот пятьдесят возможно две шестьсот посмотрим то есть до конца месяца ключевые уровни вот я в прошлый раз говорил это две четыреста семьдесят мы его как раз протестировали на прошлой неделе то есть удержали то есть это такая была сильная планка мы ее держали в июле в середине августа пробили закрепились и там еще локальная можно условно назвать две четыреста восемьдесят пять вот пока мы выше этой области я бы здесь кто ранее не покупал золото есть ты еще мне кажется отмечал статистику что много шортят золото тоже непонятно почему покупаем обязательно риски потому что если все-таки мы провалим вот эту ключевую зону поддержки может мы не знаем может быть всякая ловушка на рынке то есть и плюс посмотрим еще какие данные выйдут там по по ввп потому что ввп от раньше ввп был но такой интересный показатель но сейчас он еще более интересный потому что многие будут смотреть есть процессе или нет ее то есть вот вот сейчас вот прямо очень важный дальше по серебру у нас принципе картинка аналогичная пока мы по серебру выше 29 я за покупки но тоже здесь нужно аккуратно потому что мы или сильно очень растем по металлам на обновление максимума или здесь будет какая-то ловушка поэтому аккуратно дальше по рынку криптовалют прошлый раз говорил о покупках мы неплохо выросли я жду среднесрочно вверх но тоже здесь нужно быть аккуратным все возможно кто раньше не покупал вот очень были интересные цены для покупок после завершения вот этой локальной коррекции при наличии сигнала я бы дальше искал покупки ну и интересное что я хотел добавить еще снова то есть фондовые индексы мы в принципе с тобой были солидарно прошлый раз за покупки в принципе прошлой неделе показали рост такой не сильный но дальше я тоже как вариант рассматриваю дальнейший рост то есть у нас здесь есть аккумуляция неплохая ключевой уровень поддержки 5600 выше этого уровня приоритет покупки на обновление максимумов но еще интересного есть вот никей это японский индекс 100 торгуют экзотику скажем у нас здесь последнюю неделю еще с прошлой неделе точнее есть аккумуляция хорошая и я думаю что ее стоит покупать на возможный там сильный рост в район 40 тысяч и возможно 42 с половиной тысячи на обновление максимум исторических то есть вот этот индекс он мне кажется довольно интересный плюс этот китайский индекс еще тоже интересный то есть кто кто торгует китай я график не буду показывать потому что мне кажется что он там удалился или что по китайскому индексу там тоже сильное падение и рисуется неплохой паттерн на покупку будет ли он локальный или каким-то более сильным время покажет но пока приоритет по фондовым индексом покупка ну понятно что если подытожить по всем рынкам и неплохо за последний там условно месяц август показали там где-то рост где-то падение тоже нужно не жадничать в любой момент может начаться коррекция и стоп лосса я бы подтягивал там все ближе и ближе кто там торгует средний срок пока вот так это и спасибо тебе за рекомендации осталось только лишь дождаться отработки тех идей которые мы озвучили по фундаментальному фону тоже мне кажется уже детально проговорили далее ориентиры чего ожидать как что там может поменяться но а со своей стороны будем идти дальше держать руку на пульсе следующий вторник обсудим как раз статистику американскую и будем готовиться уже к нон-фарму к следующему серьезному новостному драйвер тебе тогда это ли как и всем нашим подписчикам хорошего закрытия недели и прибыльных торговых сессий и сделок до скорых встреч а удачи пока